Так, сегодня я первый раз решила Руфуса принести в этот дом. Долго промучилась со шлейкой, не захотела на нее сдирать, но просто переноску принесла вот так. Начну потихонечку его знакомить. С мной. Это, кстати, Руфус так с переноской ругается. Сейчас я его выпущу здесь, пусть он походит, освоится, понюхает, все. А Луна там дверь открыта, и если она захочет, она, собственно, выйдет. В общем, потому что в переноску он зашел совершенно спокойно. Давай, выходи. Ой, ну не ругайся, не ругайся. Не ругайся, незнакомое для тебя место. Пошел смотреть, что тут. И чего тут? Я его буду назад забирать в вольер, потому что здесь еще не оборудовано ничего, ну, чтобы он там прыгал, бегал. А знакомить я их уже хочу начинать, потому что они секут два раза в год. Возможно, у нее скоро течка, чтобы они уже были к этому моменту знакомы. Я не думаю, что у них с первой течкой что-то как-то может получиться, но у них может получиться отношение. То есть она может проявляться к нему уже по-другому, понять, что есть рядом мужик, и это уже будет хорошо. Ты чего, сладкий мой? Ты чего, сладкий? Да, там киса тоже. Возможно, она скоро здесь появится. Да не ругайся ты. Не ругайся. Надеюсь, на этот ход он сейчас не поймет, как пользоваться, поэтому я ставлю ему дверь. Не ругайся. Руфс, как всегда, бурчун, как старый дед бурчит. Луна еще не вышла. Смотри, там Луна. Лу, там твой друг. Руф, иди сюда. Смотри, кто там. Там киса другая. И мама рядом, да, и я рядом, мой сладкий. Да, я тебя поддержу, поддержу, малыш, конечно. Давай, пойдем, познакомишься с ней. Знаете, Руфс уже не тот мальчишка, который перед Луной прогибался. Он теперь вполне себе мужик, который баки распушил. И сейчас ей покажут. О, видите? Поведение совсем другое. Он сейчас выйдет, и все равно будет интересно. Он еще покажет, кто в доме мужик. Если присмотритесь, то через стекло видно, она там стоит. Со стороны наблюдают за мной. Интересно, за тем, что происходит. Вон хвостик, видите, виляет. Ты прям куколку сделал, как у гепарда, поднял. Сейчас она выйдет. Для него это тоже непривычная здесь обстановка, потому что он первый раз здесь. Руфус! Не ругайся, иди сюда. Руфи! Видите, как у меня четко бабкетовский уже хвостик виден, беленькое окончание. Такой оп, оп. Я сегодня несколько часов оставлю его здесь. чтобы они все-таки начинали знакомиться по чуть-чуть. Буду стараться его приводить почаще сюда. Ну и что ты все бурчишь? Если я ему там принесу, оставлю воды, покормлю его здесь, чтобы он понимал, что здесь и еда есть, все хорошо. Алу смотрит до сих пор, вон там ее видно, видите, не выходит. вот бурчун, а? Как с детства был бурчуном, так и остался. Руфус, смотри. Проблема здесь в том, что я так и не поняла и просила рабочих, они тоже побоялись. Непонятно, как снять ее. Я бы сняла для Луны, чтобы поставить окошко. Видимо, придется по старинке просто брать и скотчем как-нибудь зафиксировать. вот это помещение в котором сейчас Руфус, собственно, с прогулкой, оно по размерам больше, чем тот вольер, в котором он сейчас. Просто за это у меня вольер вообще не поворачивается. Здесь, я думаю, и так даже видно. Я не знаю, сколько камеры передает. Те подписчики, которые у меня были в гостях, каждый раз, когда заходят и говорят, о, на камере кажется, что намного меньше. Не знаю, почему. Ну, в помещениях. То есть, когда вольеры видят, говорят, нифига себе, говорят, окажутся такими маленькими. Но здесь, по-моему, даже видно с камеры, что здесь очень много места. Особенно по сравнению с кошкой, когда... Лу, звездочка моя. Лу. Там мужик красивый пришел. Твой. Бурчит, правда, как старый дед, но ничего, это бывает. К сожалению, не исправляется. Сейчас я ему принесу сюда поесть, чтобы он понимал, что здесь все хорошо. В перенос, кстати, я даже не пришла загонять, я просто открыла, он зашел. Там был интересный запах. Он, конечно, чуть позмущался, когда я понесла, потому что тряска стала. Он, как бы, уже такой тяжеленький. Я потом выберу какую-нибудь ночь, попробую его на ночь мне здесь оставить, потому что у кошек все-таки они сумеречная такая активность. поэтому попробую оставить. Может, они будут общаться уже, когда ночь будет. А может быть, когда я отсюда уйду. В любом случае, потом буду замечать это, общаются они или нет. Все ему интересно. Ты красавец. Такой барин выходит. Тебе очень идет здесь быть, очень красиво. Кстати, букеты, они, в принципе, в теории, неплохо держат наши холода. То есть, я думаю, зимой они будут, особенно если будет зима, как эта зима была. Поэтому, это дело, что при минус 20, наверное, прохладно будет. Но если будет, как эта зима, то вообще они будут много натисить на улице. У них ареал очень, как бы, широкий, и северные подвиды спокойно держат нашу температуру, и минус 20, и минус 30 бы выдержали. А южные, понятное дело, нет. Вопрос в том, какой Руфус подвид, это очень, очень непонятно. Но, судя по шерсти, как они опушаются, мне кажется, вообще все, что поступает в Европу, все, что поступает к нам, это какой-то гибрид. Я пыталась там почитать, понять, какой именно он подвид. Ну, во-первых, некоторые пересекаются сильно. Во-вторых, такое ощущение, что все, что там поступало, это какой-то гибрид, потому что прям на северное подвиды они не сильно похожи, они не настолько пушны, и вообще выглядят немножко по-другому. На южное тоже. И по размеру тоже что-то среднее. В общем, возможно, это все гибриды, то есть, в принципе, температуру они определенную хорошо держат. Понятное дело, что может быть минус 20, им будет не очень комфортно, но для этого и сделаны теплые помещения, куда он сюда может зайти. Но, как я уже говорила, даже если вы пойдете в зоопарк, например, посмотрите, даже животные, которые в принципе не встречаются с минусовыми температурами, вы можете часто увидеть, что они из теплых помещений выходят прямо на холод. Для меня это шоком было, когда я была в Ленинградском зоопарке, было прямо очень холодно, там больше, чем минус 15. Ягуар лежал в вольере летнем. У него есть сюда вход-выход, и он лежал, у него пар такой идет изо рта, и он гулял. И так же, кстати, как мне рассказывали знакомые, у которых сервалы живут и размножаются, у них они живут просто в вольере, приблизительно вот в таком, только у него там крыша есть, и у них сделана будка, которая просто подогревается лампочкой. И при этом сервалы себе ничего не обмораживают, размножаются, и в принципе, кто у меня из знакомых держал сервалов, тоже про это рассказывали, что главное, чтобы не было сквозняка как такового. Но при этом многие держали просто в утепленных будках, хотя для меня это, конечно, немножко дикость. По другим источникам я слышала, что там сервала чуть ли вообще там в минус 5 нельзя выводить на улицу, потому что они мерзнут, болеют и все такое, но при этом я своими глазами видела, как прекрасно они содержатся в таких условиях, просто с теплой будкой, ничего себе не обмораживает, при этом еще и размножаются. Поэтому я даже не знаю уже кому верить, но здесь должна быть, конечно, золотая середина, мне кажется. Не нужно прям совсем там зимой, когда особенно теплая зима, держать прям в заперти дома, не выпускать на улицу, боясь, что простудится, ну и при этом, конечно, будка просто с лампочкой, я бы тоже побоялась так держать. То есть здесь, конечно, мне кажется, должна быть какая-то золотая середина, чтобы у животного было и теплое такое нормальное теплое помещение, где он может греться и нормально находиться, и чтобы он мог выходить на улицу. Даже зимой, чтобы у него именно был выбор всегда. Но при этом теплое помещение, что мне кажется, все-таки, когда это просто будка, не пролежишь ты всю зиму просто в будке, тяжело как-то, мне кажется. Но это, опять же, что я вам говорю, всегда сама на это ведусь, не надо очеловечивать, конечно. Вот, ну, посмотрим, как мяу на все будет реагировать. Да хватит бурчать! Иди об нему поцелуй в нос! Иди сюда! Что за бурчун у меня такой вырос, а? Ну что за бурчун? Что за бурчун? Ну хватит, хватит бурчу, ну бурчун, ну хватит, да. Я поняла, что недоволен. Сейчас, ты не понял всего прикола. Ты всегда с чем-то новым недоволен? Всегда. где моя носопырочка любимая, носопырочка моя любимая. Да, носопырочка моя любимая. Сейчас принесу покушать. А там носопырочка вон ходит, подходит к этому выходу, к тому. Вон Лула глянула. Еще одна парчушка. А так на улице сейчас не холодно, я оставила ей две двери, чтобы нам было просто здесь сидеть и с ним общаться. Вообще, мне кажется, если я сейчас уйду отсюда вообще, она выйдет туда. как я и говорила, она будет сближать через двери торчать. Две морды торчат, два Руфуса. Руфуса прям сегодня сильное угощение петуха. С перьями дам в прогулки, чтобы можно было легко ее убрать. Ну и вообще, я сейчас думаю, что буду кормить его все время именно здесь. Не ругайся. Он даже Луна не ругается. Мне кажется, Луна с завистью так смотрит на его курицу. Надо, наверное, тоже дать. Руфус мощнее, чем Луна стала, что, собственно, и логично. Руфус, Луна. Такие два красивых котика я прям не могу. Смотрит в ее сторону и рычит. Что, Луне тоже, что ли, дать? Ну ладно. А то, как это нечестно получается. Ты тоже за их отношениями переживаешь? А, кот? Ну, куда ты побежал? иди сюда. Деловой! Ты деловой? Ты деловой? Это же Руфусу всякими воняет, что? Лу сказала, нефиг есть мне на улице и понесла все это к себе. Руфус пока не взял. Ну, Лугора здесь более уже привычная, чем Руфусу. Ходит-ходит со своей добычей. Руфус таки вышел. так же хорошо, что здесь дрянаж сделала, ничего не мокро. Бурчит, все еще бурчит. Давай ты покушаешь, и я тебя отведу назад. М? Руфус убедился, что я ее сюда привела. Ничего, он на вольер тоже начали там привыкал долго, потом носился и сейчас носится как шальной. Красавцы друг на друга внимания не обращают. Оба гуляют, Руфус продолжает ругаться, но неинтересно. Луша, стрессует немного твоей жени? не до невесты ему. Вот два бурчуна. Будет самый бурчащий этот участок дома. Придешь, Руф, все смотреть? Смотри, чтобы он тебя не поймал за жопу. как-то он здесь более спокойный. не поймал. Нам повезло вообще. Ну, в целом, он просто выбирает по-разному. У меня подругу он так нормально прополоскал. На одну тоже один раз кинулся. То есть, он в принципе добрый, но почему-то на некоторых он может кинуться. Причем, он может кинуться, а через 5 минут ласкаться. На вас, видимо, он что-то как-то не среагировал вообще. Он ушел в комнату? Нет. Ну, когда в комнате был, вначале, я открыл дверь, он такой сначала хвост зажал, присел в угол, и сказал, привет, я к тебе зайду, камеру повешу. Он развернулся, ушел в вольер. Я повесил точение коробки. А сюда зашел, ну, там он сидел около трубы с поднимой. Не ворчал. и просто ворчал. Даже хвостом не верил. Что, весьма странно. Он сегодня здесь первый день. Для него это необычное место. Он себя еще не совсем уверенно чувствует. То есть, когда он обоснуется? Когда он обоснуется, он более нагло. А сегодня он... Ну, кому-то зайти, кому-то нет. Я его знакомлю с его невестой. А, да? У него вот здесь, где вы сейчас сделаете камеру, его невеста живет. Чего, мяу? Иди сюда. Чего, мяу? Ну, хватит бурчать, хватит бурчать. 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 Мяу, ноль, внимание. Вот тут, вот это, там, которое... Она невеста, да? Она невеста, да. А, вот этот, который... Или это он? Это сервал вообще, это другой вид. Ааа. У них, я думаю... Я не проверяла, но я думаю, что невозможно ничего. Да. вот у них есть такая опаска, рыси, если дерутся, чаще насмерть. Это рысь американская, да? А, то есть это не наша? Нет, наши рыси вон те большие, а это американская рысь, они мельче. и когтистая, и когтистая, и зубастая. Да. Да. Ну, я его соски выкармливала, он не дикий совершенно, но просто ему кто-то может не понравиться, он может царапать. Я думаю, так и домашние кошки могут, если им кто-то не понравится. Так-то он не дикий, он ласковый, хороший. Бурчун, правда? Да, он так вот прям. Попастая. Красавчик. Смотри, самолизм. У меня он пытается, на самом деле, воровать у Руфуса курочку, которую Руфус не съел, а Руфус сейчас не до еды. Он у меня уходит и периодически лапы свои тонкие сует. Совсем не боится без них остаться. Курочку-таки кот унес, покушал, все, освоился? Ну все, значит, можем идти назад. На самом деле, на Луну почему-то у него реакции меньше, чем на Мяу. Может, Луна так близко не подходит? Но как-то на Мяу он больше реагировал, там подходил, нюхал его, а с Луной, я прям, может, когда я не видела, он подходил. Сейчас они продемонстрируют. Она ругается на него. Но как-то, когда я здесь, не видела, чтобы они прям подходили, как-то общались. как-то, да, кто-то подойдет, другой отойдет. Сейчас они решили продемонстрировать. Давайте, расскажите ваше продвижение в ваших отношениях за сегодняшний день. Алиса от семейной разборки называется. Ребята, вы слышите, что у вас даже тональность одна? Вы чувствуете? Вы прям созданы друг для друга. Интересен тебе мужчина? Руф, даже он луна не мечется. Ну, конечно, сейчас из-за стресса. То есть, по-моему, дело, что когда в вольере, он просто предвкушает, что я зайду, а сейчас больше из-за стресса ругаются друг на друга. Ну, вот она встреча после долгой разлуки. Сейчас, Луна, ты не сможешь ему уже людей навалять таких. И он уже тоже не пытается подкатить и просто поиграть, а уже строит ее конкретно. Ничего, со временем посмотрим. Я думаю, у них наладится отношение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова